Псалом 10. Господь любит праведных и ненавидит нечестивых. Псалом 10 – это упование на Господа. Друзья Давида советовали ему спасаться в горах. Давид, сознавая себя чистым перед Авесоломом и народом, продолжает оставаться в Иерусалиме, веря в то, что Господь покарает нечестивцев. Начальнику хора Псалом Давида. Господь, престол его на небесах, очи его зрят на нищего, веже его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горячие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду. Лицо его видит праведника. Псалом 10. Господь любит праведных и ненавидит нечестивых. Псалом 10 – это трогательное и глубокое произведение, отражающее не только личный опыт Давида, но и всеобщую человеческую дилемму. В его стихах мы видим битву между верой и сомнением. Исследуйте темы Божьей защиты, надежды на Бога и спасения в этом сильном псалме. Не забудьте подписаться, чтобы получить более глубокий контент. Псалом 10. Комментарий. Псалом 10. В страхах мы видим битву между верой и сомнением, между стремлением к честности и соблазнам найти легкий путь в трудную минуту. Давид, преследуемый завистью Авесолома, который уже несколько раз пытался его убить, сталкивается с выбором – бежать, спасая свою жизнь, или остаться, насмотря на опасность. Это дилемма, не просто личный выбор Давида, но метафора для любого человека, столкнувшегося с преследованием, несправедливостью или соблазном поступиться своими принципами ради безопасности. В псалме Давид, обращаясь к Богу, не просит просто спасения от физической опасности. Он выражает глубокую веру в Божью справедливость и надежду на то, что Бог в конечном итоге восстановит справедливость и защитит его от зла. Эта вера не наивна, она проходит через глубокие духовные терзания. В своих словах Давид словно борется с соблазном сомнения и позволяет себе усомниться в Божьем присутствии. Однако, в конечном итоге, Давид делает выбор в пользу веры. Он отказывается бежать, потому что доверяет Богу. В этом решении проявляется не только вера в Божью мощь, но и глубокое понимание справедливости Божьего суда. Давид не ищет мщения. Он просит защиты и надеется на Божий суд, который оправдает его и накажет его врагов. Псалом 10 – это не просто история о Давиде. Это универсальная история о человеческой душе, о ее борьбе с сомнениями. Также и о поиске истины и справедливости. В нем мы видим пример того, как вера может помочь человеку преодолеть трудности и остаться верным своим принципам, несмотря на препятствия и искушения. Испытания и искушения праведного человека. Псалом 10 представляет собой глубокое размышление об испытаниях и искушениях, с которыми сталкивается праведный человек в мире, полном зла и несправедливости. Буквально в первых стихах с первого по третий Давид задает важные вопросы. Все вопросы о том, почему Бог, казалось бы, молчит в моменты, когда враги церкви действуют дерзко и безнаказанно. Вне сомнения, он обращается к Богу с криком о помощи, глубоко осознавая, что вокруг царит атмосфера страха и угнетения. Этот контраст между Божьим молчанием и активностью злых людей – это вызывает у Давида внутреннюю борьбу и сомнения. Однако в стихе 4 Давид находит утешение, размышляя о владычестве и проведении Бога. Он понимает, что даже в самые темные времена Бог остается на троне, и его планы не подвержены влиянию человеческих злодеяний. Это осознание заставляет Давида замолчать и сосредоточиться на божественной мудрости и справедливости. Он начинает осознавать, что Божья власть не ограничивается видимыми обстоятельствами, и что праведные, в конце концов, будут вознаграждены. Божье благоволение к праведным. Далее, в стихах 5-7, Давид говорит о Божьем благоволении к праведным и о гневе, который ожидает нечестивцев. Он подчеркивает, что Господь видит все действия людей. Он не оставит без внимания злодеяния тех, кто творит неправду. И это служит напоминанием, что даже когда кажется, что зло одерживает верх, в конечном итоге справедливость восторжествует. Времена, когда враги церкви становятся особенно дерзкими, когда они требуют от нас не только молитвы, но и глубокого размышления о Божьих обетованиях. Таким образом, Псалом 10 является не только личной молитвой Давида, но и универсальным посланием о надежде и вере в Божье правление. Мне сомнение, Он призывает нас оставаться стойкими в вере, даже когда мир вокруг нас погружается в хаос. Это напоминание, что, несмотря на все испытания, мы можем доверять Богу и Его планам, зная, что Он всегда рядом и не оставит нас одних в трудные времена. Начальник ухора Псалом Давида Если вам понравилась запись или вы получили слово «Откровение» от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Аминь. Аминь.